Сургута интерновостей В этом году Сургут может получить две, а то и три новые дороги. Речь идет о продолжении Маяковского с выходом на университетскую, а также возведение улицы Никольской. Она станет связующим звеном между Егорским трактом и Дзержинского. Кроме того, продолжатся работы по строительству трассы в обход ГРЭС к дачным кооперативам. Все это позволит снять некоторую напряженность на сургутских улицах. Достаточно хорошее продолжение дорог, которые на один зет будет выводить. Ну и, соответственно, 30 лет победы такие жизненные дорожные артерии, так скажем, университетская, позволит, соответственно, перегрузить, перераспределять потоки. Про Черемушки никоим образом строительство этой дороги не разгрузит город. Трасса в обход Сургутской ГРЭС-2. Решение о ее строительстве было принято антитеррористической комиссией в целях обезопасить стратегический объект. И оно не обсуждается. С точки зрения разгрузки центральных сургутских улиц может существенно помочь продолжение Маяковского в сторону университетской. Автомобилистам, вероятно, придется по душе. Более короткие маршруты с центра в сторону 25-го микрорайона. Они в любом случае помогут. Посмотрите после пуска 1-й, 2-й улицы, университетская. Ведь 30 лет победы действительно разгрузилась. Но строительство дорог никогда не успеет за автомобилизацией города Сургута. Но оно поможет. Автомобилизация города, впрочем, немного приостановилась благодаря кризису. Вместо 15-18 тысяч новых единиц автотранспорта, которые традиционно регистрируют в ГИБДД на протяжении последних нескольких лет, в 2015-м на учет поставили порядка 6 тысяч. Впрочем, те темпы, которые Сургут в этом плане уже нарастил, действительно удаться нагнать нескоро. Интенсивность станет достаточно высокая она, безусловно. Но, тем не менее, нагрузка на отдельные участки дороги, безусловно, станет меньше. И это повлияет в целом на ожидание на светофорах, общего ожидания у водителей. И в целом на интенсивность, в том числе на износ дорожного покрытия. Строительство этой дороги от улицы Дзержинского к Егорскому тракту началось в конце прошлого года. Горожане даже выбрали ей название. Это будет улица Никольская. Протяженность участка чуть больше одного километра. Аукцион на возведение дороги выиграла компания «Автодорстрой». Общая стоимость проекта оценивается в 586 миллионов. Ну а ориентировочная сдача дороги намечена на конец этого года. Именно этот участок трассы впоследствии имеет наибольшие перспективы. Это если судить, что любая новая дорога – это инвестиционная привлекательность для прилегающих территорий. Учитывая, что в участок свяжет, по сути, центр города с той его частью, где расположен один из крупнейших в Югре торгово-развлекательных центров, объекты спортивной и логистической инфраструктуры. Впрочем, какими бы то ни было деталями и планами, на этой неделе в администрации Сургута делиться отказались. Соответствующий запрос чиновникам был отправлен, но к вечеру пятницы комментариев дать никто не смог. Впрочем, известно, что Никольская и продолжение Маяковского обойдутся городу более чем в миллиард. Сургутяне в целом положительно воспринимают вести о скором появлении в городе новых дорог. Только проблема не в них, считают некоторые. А машин слишком много. Где-то на окраине города, чтобы было развязка лучше была. По-моему, все дороги сделали, отремонтировали, все нормально. А мне полной хватает нормальной дороги. Меня в городе интересует, я за городом мало езжу. Ну, конечно, нравится окружная дорога. Экономим время. В принципе, дорог много. Хватает, да? Да, хватает. Ну, хорошо, что сделали объездную дорогу, вот это нормально уже получается. А в городе так машин бы поменьше было бы, было бы меньше пробок, а меньше-то не получается машина. Впрочем, и за те дороги, что нынче строят, надо будет сказать спасибо. Непростая экономическая ситуация в стране и мире заставляет один регион России за другим идти на секвестирование бюджета. Вероятно, не обойдет страну эта тенденция и Югру. В таком случае статьи, связанные с развитием, пойдут под нож. Нашлись бы средства на поддержание, как говорят чиновники, нормативного состояния, не говоря уже о появлении новых улиц. Найти частных инвесторов на строительство, не торговых площадок, а дорог общего пользования в такие-то времена будет делом не то, что нелегким, невозможным. Я не вижу на сегодняшний день этих источников, кроме городского бюджета. Во-первых, для инвесторов никаких условий в этом плане не создано. Это раз. Во-вторых, я не знаю таких инвесторов, которые бы готовы были свои деньги на сегодняшний день тратить именно на эти объекты. Это два. Таким образом, если слова депутата соответствуют действительности, три дороги, которые собираются сдать в эксплуатацию в этом году, могут стать последними крупными объектами транспортной инфраструктуры Сургута на ближайшие несколько лет. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. В Сургуте летят журавли. В Крывеческом музее работает выставка, состоящая из кадров фильмов о войне. Киноленты были сняты в 40-х, 60-х годах. По живописным композициям можно не только оценить работу режиссеров, но и проследить, как менялась мода на внешность актеров из десятилетия в десятилетие. С предложением сделать подобный проект сотрудники музея обратились лично к Карену Шахназарову, генеральному директору Мосфильма. Положительный ответ Карена Георгиевича был моментальным. Персональную экскурсию по шедеврам военного кино устроили и для Екатерины Любешевой. В Крывеческом музее представили 40 лучших советских фильмов о Великой Отечественной. Среди режиссеров Александр Столпер с его повестью о настоящем человеке. Михаил Ром, автор фильма «Обыкновенный фашизм». Григорий Чухрай, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Михалков Кончаловский. Здесь, в вашем внимании, представлены два кадра из фильма Андрея Тарковского «Иваново детство». Снят он был по книге Владимира Боголюбова «Иван». Фильм рассказывает историю мальчика, который оказался во время войны без родителей, ушел в партизаны, активно действовал. Если вы смотрели этот фильм, там очень много мальчика снов. Так вот, эти все сны были реальные сны Андрея Тарковского. Современные технологии позволяют сразу оживить картинку. На специальных мониторах в зале можно посмотреть, из какой сюжетной линии взят кадр. Кстати, фильм «Иваново детство» был 20 раз номинирован на «Оскар». В период оттепели отечественный кинематограф вообще гремел на весь мир. Когда на рубеже 50-х-60-х годов приподнялся железный занавес, на советские экраны хлынул поток зарубежных фильмов, как и наши к ним. Фильм «Летят журавли» смотрели в Каннах. Там он взял золотую пальмовую ветвь. Татьяна Самойлова была признана лучшей исполнительницей женской роли. А первый приз французской технической комиссии получил оператор картины Сергей Урусевский. Середина 20-го века была богата на новые операторские и режиссерские находки. В кинематографе засияла целая плеяда интересных личностей. А когда за рубежом крутился фильм «Баллады о солдате», лично смотреть его пять раз в кинотеатр приходила Лайза Миннелли. В это время создаются настоящие шедевры. Так, например, в 1959 году на Московском кинофестивале первый приз получает фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчуга, с ним же в главной роли. В 1960 году на Каннском фестивале наш фильм «Баллада о солдате» фронтовика Георгия Чухрая борется за первое место с фильмом итальянца Фредерико Феллини «Сладкая жизнь». И Фредерико Феллини побеждает в 1960 году. Но наш фильм жюри не может оставить без приза. Мы получаем специальный приз. И вообще фильм «Баллада о солдате» является рекордсменом по мировым наградам. Всего 101 награда. Кино снимали и во время войны. Ленфильм и Мосфильм были эвакуированы. Оборудование вывезли в Алма-Ату. И там картины снимали в приспособленных помещениях. Сталин на тот момент уже хорошо понимал, какую сильную пропаганду несет в себе кино. В 70-е уже активно использовали термин «госзаказ». Правительство финансировало только идеологически выдержанные фильмы. Вопреки ожиданиям, в период застоя режиссеры создавали настоящие шедевры советского военного кинематографа. Войну кинорежиссеры уже изображали многомерную, с большими батальными сценами. И вновь возрождается жанр военной киноэпопеи. И в этом жанре, конечно, самым известным режиссером был Юрий Озеров, который снял фильм «Освобождение». Это киноэпопея из пяти частей. Можно сказать, что «госзаказ» все-таки убил немножко креативность творческого состава, который создавал фильм? Нет, нельзя. Сейчас очень многие режиссеры высказываются о том, что цензура тогда в то время позволяла режиссерам находить какие-то уникальные находки в процессе съемок. И те же операторы, те же режиссеры, уходя от препон, цензуры создавали настоящие шедевры. А именно, например, если говорить о фильме Эльдара Рязанова. В советские времена он снял служебный роман. Советские люди буквально влюблялись в киногероев. В СССР практически не было семей, где бы не хранились открытки со звездами тех лет. Были свои любимчики и у власти мущих. Причем расположение Иосифа Сталина к светловолосым барышням обуславливает появление на экране большого количества блондинок. Также нередки были случаи, когда такие полководцы, как Рокоссовский и Жуков, сами звонили режиссерам и высказывали пожелания, кого утверждать на их роль. В авторском кинематографе хотелось бы подробнее рассказать о фильме Александра Алова, режиссеров и Владимира Наумова «Мир входящему». Кино, может быть, где-то в наши дни незаслуженно забыто. И здесь вы видите в главной роли Александра Демьяненко. Мы привыкли видеть его в амплуа комедийного актера в позднейших уже фильмах. Лида, Петя, Саша. Но здесь рассказывает фильм о солдате, который приходит, попадает на войну в последний день войны в 1945 году. И приезжает молоденький офицер. Он хочет совершить свой подвиг, но он видит кругом разруху, где-то неопрятных солдат, его это оскорбляет до глубины души, но где-то он здесь выглядит несколько педантом. Чтобы не забыть, какие фильмы посмотреть дома, а после выставки такое желание обязательно появится, сотрудники музея заботливо прибили дощечку с карточками. С названием фильма, с годом его выпуска и прийти домой и скачать понравившийся фильм, посмотреть его. Потому что все фильмы киностудии Мосфильм, киноконцерны Мосфильм находятся в общем доступе. Ну и пользуясь случаем вы можете пригласить Сургутян до какого числа будет действовать ваша выставка? Наша выставка работает до июня 2016 года и мы всех приглашаем на интересную экспозицию. Екатерина Любешева, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Экватор пройден. Волейбольный клуб «Газпром Югра» сыграл матчи первой половины чемпионата России. При этом саргутяне провели уже больше половины всех встреч текущего сезона. За плечами наших спортсменов 13 матчей в Суперлиге, 2 в Кубке Сибири и Дальнего Востока, 3 в Кубке Страны, 11 в Кубке Победы и 6 в Кубке ЕКВ. Итого 35 игр. До конца сезона волейболистам предстоит провести еще 13 встреч чемпионата страны и максимум 6 игр в евротурнире. О том, какими итогами «Газпром Югра» встретил последний месяц зимы, смотрите далее. Сургутские волейболисты подошли к экватору чемпионата страны в первой пятерке сильнейших на данный момент клубов, а также в ранге участника челлендж-раунда Кубка ЕКВ. Хотя розыгрыш российской Суперлиги начался непросто. С поражения от Уфимского Урала, который сейчас замыкает восьмерку сильнейших. При этом «Газпром Югра» набрал 70% от максимально возможного числа очков. Весьма неплохой показатель. Ждем побед в первую очередь. Для того мы, в принципе, и собирались, для того мы и работали, чтобы побеждать в первую очередь. «Газпром Югра» пока потерпел в сезоне единственное домашнее поражение от Белогорья. Но тогда сургутяне буквально накануне вернулись из заграничной командировки в Финляндию, где был обыгран финский тикерит. Белгородцы, в свою очередь, из-за напряженности отношений с Турцией на выездной матч в эту страну не поехали и получили дополнительное время на подготовку. У нас практически в команде все игроки, которые привыкли к таким переездам. Мы были без игровой практики. То, что, может быть, дорога у нас там заняла бы очень много. Может быть, да. А так, я говорю, у нас команда превышая, как в тем передрягом. Вообще, участие в клубке ЕКВ, которого команда добилась за счет рекордного результата прошлого сезона, отнимает много сил. Уже сейчас известно, что «Газпром Югра» в челлендж-раунде получат соперники клуб, не попавший в число участников ТОП-12 Лиги Чемпионов. Это швейцарский Лугана. Первая встреча на выезде в итальянском Монце пройдет уже через 10 дней, 17 февраля. Туда наша команда отправится из Краснодара, а после возвращения 21-го числа сыграет с Кузбассом в Сургуте. Не завидую тебе команду. В Сургуте будут достаточно быстрые перелеты. Будут ли восстанавливаться? Я думаю, что большая должна быть скамейка, но серьезно к этому подойти, чтобы все были тоже в определенном готове. Можно было, так сказать, как Белгород едет. Не то, что двумя составами, но тем не менее взаимозамедление достаточно хорошее. Впрочем, те команды, которые «Газпром Югра» уже оставил за бортом еврокубковых баталий, весьма лестно отзываются о Сургуте. Стабильность, нацеленность на результаты силовой волейбол – это то, что отличает нас от европейцев. Ваша команда очень хорошо подает в своем зале, играет на кураже. То, что мы видели, хорошо выглядят крайние игроки, да игровщики, особенно диагональный. Это мы видели и в Финляндии, и в Сургуте. Их игра стала залогом вашего успеха. Основной диагональный «Газовиков» Константин Бакун. В этом году он уже успел засветиться в составе сборной России. Попал он в состав главной команды страны вполне заслуженно. На протяжении уже многих туров Константин – лидер чемпионата России по количеству набранных очков. Его козыри – мощная силовая подача и точные атаки. По итогам 12 матчей средний показатель Бакуна – 25 очков за игру. Это основной лидер атак. Сургута около 40% всех атак принадлежит ему. Достается ему. Особое внимание необходимо было уделить Бакуну. И концовку, собственно говоря, он решил. Это было читаемо, это было понятно, кто будет решать концовку. С этой задачей мы, к сожалению, не справились. Похожие фразы произносят наставники практически всех команд, уступивших «Газпром» и «Югре» в этом сезоне. Впрочем, абсолютно все волейболисты, пожалуй, как еще никогда бьются в каждом матче за каждое очко. Этим весьма импонирует многотысячным болельщикам. Вообще замечательно. Я почти на каждую игру хожу. Хорошо играют. Там все нравится. И подача, и игра. Особенно Бакуна. И когда играли с Олимпиакосом, и так вообще. Отлично играют. Я считаю, что хорошо выступает и на Еврокубке, и на Кубке ЕКВ. Не попасть бы на пирожжу. Остальное нам все по силам. Так что будем болеть. В Кубке ЕКВ наша команда участвует впервые. И в нем «Газпром» в «Югре» вполне по силам выйти как минимум в полуфинал. Нижняя планка в чемпионате России занять место не ниже четвертого. Суперлига сезона 16-17, скорее всего, завершится по итогам 26 матчей, которые сыграет каждая из 14 команд. Плей-офф не будет. Это нас устраивает, это дело. Потому что плей-офф, плей-офф, это очень непросто все. И одна четвертая финала, это все непросто. Это весенняя тема, это авитаминоз, учитывая опять то, что мы сургутяне. Плей-офф – это немножко другие игры. То есть регулярный чемпионат – это одна тема. А плей-офф – это другая тема. Возможно, что чемпионат без плей-офф для болельщиков будет не таким интересным. Но в этом предолимпийском сезоне интересы сборной России поставлены выше национального турнира. Игрокам нужно в сборной отдохнуть и нормально подготовиться. Потому что, если, допустим, мы затянем на две недели лишних, там останется минимальное время на отдых. И не хотелось бы повторить историю позапрошлого года, когда на последней днировке перед финалом шести в Екатеринбурге сломался Михаил. Потому что любая потеря сейчас сборной, она будет весьма чувствительна. Вторую часть сезона «Газпром-Югра» проведет в плотном графике, играя каждые 3-4 дня. До определения обладателя Кубка ЕКВ сургутянам нужно пройти через сито, челлендж-раунда и полуфинал. В чемпионате страны газовикам предстоит еще шесть домашних игр, ближайшие из которых уже в предстоящую среду. Это будет югорское дерби между Сургутом и Нижневартовском. Дмитрий Подлесной, Дмитрий Круковец. Специально для телевизионного обзора новостей. Прийти и поддержать наших волейболистов сможет каждый матч. Пройдет в среду в премьер-арене. Вход на игру свободный. Завершит наш итоговый выпуск коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящую неделю. Я, Ирина Плесков, с вами прощаюсь. До встречи в наших выпусках. Смотрите наши новости и вы всегда будете в центре событий. До свидания. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный «Изумруд», сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. Доктор Лаптев. Новые формулы стройной фигуры. Новые магнитные энергоинформационные карты. Программы 2016 года. Калории не считаем. Подробно на сайте «Доктор Лаптев». 20 февраля. Телефон 8-909-920-2727. Остеохондроз, артрит, артроз, гипертония, варикоз. Почему тысячи людей выбирают «Алмак»? «Алмак» дает возможность восстановить подвижность суставов и позвоночника. До 10 февраля в аптеках «Формадом» и «Бережная аптека» купите «Алмак» со скидкой. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСН, 3, дробь 2. Телефон 3763-77. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю. С 8 по 14 февраля. Студия Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Сипромстрой Югория». Компания «Сипромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. ОСИП «Промстрой Югория». Отделы продаж – 600-190-6192. Квартиры в готовых домах от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Подробности по телефонам в Сургуте – 600-190-6192. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. На предстоящей неделе в регионе будет преобладать пасмурная погода со снегопадами различной интенсивности. При температурном режиме существенно выше своей климатической нормы. Лишь в среду ненадолго в среднее приобье заглянет антициклон, благодаря чему распогодится, но подморозит. В понедельник временами снег, температура ночью минус 13-18, днём на 4 градуса выше. Во вторник кратковременный снег, ночью 16-21 мороза, днём минус 12-17. В среду переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха – 19-24 ниже нуля. После полудня – минус 11-16. В четверг облачно возможен небольшой снег. На столбиках термометров ночью 14-19 градусов мороза, днём минус 8-13. В салонах обуви «Саламандр» финальные скидки. До 50% на зимнюю коллекцию. Саламандр – это стиль, качество, чувство, уверенности. Успейте купить в салонах обуви «Саламандр» коллекцию «Весна-лето» по ценам 2015 года. В пятницу облачно, временами небольшой снег. В ночные часы термометры покажут минус 9-14, днём 8-13 градусов мороза. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 8-13, а днём 4-9 градусов ниже нуля. Коляска-трансформер. Раз – и автокресло. Два – и люлька-переноска. Бэби-мерк «С7» уже в «Карапузе». Лучшая спутница для зимних и летних прогулок. «Карапуз». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам солнечного настроения. Будьте здоровы. До свидания.